Но об Андрею можно говорить очень много. Я поражаюсь вот такой убежденности, такой принципиальной позицией. Может быть эти слова довольно банальные, но он в каждом фильме оставался сам собой, несмотря на те невероятные трудности идеологические, которые ему пришлось переживать, на тот невероятный идеологический пресс, под которым он оказывался. Почти с каждым из своих фильмов, сделанных в России, в Советском Союзе тогда. Но Тарковский всегда решал нравственные проблемы. Это было для него важнее технических достижений. И этот фильм очень глубоко затрагивает эту тему, тему нравственности. Это был борец, художник-борец, который отставил свое произведение каждый раз. И что поразительно, что ему удавалось это. Вот в той ситуации ему удавалось делать именно те фильмы, которые он задумывал. Вот это поразительно. Он мог что-то сокращать. Перед ним был список, допустим, замечаний госкино. Но они с Юсовым придумывали очень такие интересные вещи. Они, допустим, знали, к чему придерутся заранее. И Вадим Иванович Юсов рассказывал, что какие-то сцены они заведомо делали, допустим, какие-то заведомые длинноты допускали для того, чтобы им именно сделали замечание в этой сцене, а не в той, которая для них была особенно дорогая, из которой они не могли вырезать ничего. Андрей был человек удивительный. Чем больше смотришь его фильмы и возвращаешься еще и еще раз к его жизни, то понимаешь, какой неповторимый и уникальный он был художник. Но об Андрею можно говорить очень много. Я поражаюсь вот такой убежденности, такой принципиальной позиции. Может быть, эти слова довольно банальные. Но он в каждом фильме оставался сам собой, несмотря на те невероятные трудности идеологические, которые ему пришлось переживать. Это тот невероятный идеологический пресс, в котором он оказывался почти с каждым из своих фильмов, сделанных в России, в Советском Союзе тогда. Но Тарковский всегда решал нравственные проблемы. Это было для него важнее технических достижений. И этот фильм очень глубоко затрагивает эту тему, тему нравственности. Это был борец, художник-борец, который отставил свое произведение каждый раз. И что поразительно, что ему удавалось это. Вот в той ситуации ему удавалось делать именно те фильмы, которые он задумывал. Вот это поразительно. Он мог что-то сокращать. Перед ним был список, допустим, замечаний госкино. Но они с Юсовым придумывали очень такие интересные вещи. Они, допустим, знали, к чему придерутся заранее. И Вадим Иванович Юсов рассказывал, что какие-то сцены они заведомо делали, допустим, какие-то заведомо и длинноты допускали для того, чтобы им именно сделали замечание в этой сцене, а не в той, которая для них была особенно дорогая, из которой они не могли вырезать ничего. Андрей, был человек удивительный. Чем больше смотришь его фильмы и возвращаешься еще и еще раз к его жизни, то понимаешь, какой неповторимый и уникальный он был художник. Субтитры сделал DimaTorzok